Аж плотный-плотный. Не всегда это хорошо, он имеет больший вес, но кажется выглядит более прочным. У синиата за счет игольчатой структуры листы кажутся более воздушными и имеют больше, ну и более легкие. При этом, когда некоторые покупатели могут вас спрашивать, а почему он тогда шуршит, если он лучше. Как раз шуршание происходит за счет того, что происходит вот такая вот структура при перемещении и кристаллы срабатывают как шарниры в автомобилях. Это более гибкий, можно так сказать. И у синиата арочный лист имеет базовый радиус 35 сантиметров базового загиба. То есть можно взять лист арочного гипсокартона синиата и взять аккуратненько его загнуть в арку. У КНАУФа, к сожалению, так не получится. Нужно специальную обработку и специальную подготовку сделать. Это из-за свойств структуры кристалла. Я думаю, что эта информация вам для понимания и для того, чтобы клиенты, которые не понимают, но хотят в этом разобраться, могли от вас получить чуть больше информации. Более детальную информацию о том, как собираются конструкции из гипсокартона, как пришиваются листы, вы можете посмотреть в видеоинструкция. Там же вы можете увидеть непосредственно, как выглядят различные варианты листов гипсокартона. Да, хорошо. Много рассказал, но вам не понравилось. Нет, все правильно. Нормально? Да, нормально. Что добавить? Титан и существует еще такой-то монолит. Монолит. Да. У синято есть монолит, лист 15-миллиметровый. Да, чем они? 15 миллиметров. Влагостойкий и влагостойкий. Нет, у монолит это обычный лист. Обычный лист. Просто 15 миллиметров. Просто 15 миллиметров. А титан это влагостойкий и влагостойкий. Есть диамант и титан. Да. Это огневлагостойкий у Кнауфа. Давайте вот про это расскажите. Просто я в этом не знаю. Знаю, что когда из инструкции писалось моду, а еще не было этих товаров. Не знаю, с чего это называется. С целью маркетинговой стратегии. Каждый производитель расширяет свою ассортиментную лингу. Поэтому были выведены. Сейчас я расскажу. Еще не так давно влагостойкий гипсокартон выпускался только лишь в одной толщине 12,5 миллиметров. На сегодняшний день он выпускается уже в двух толщинах. Его делают и 9,5 миллиметров потолочный, влагостойкий и делают обычную влагу. К чему я это говорю? К тому, что каждый день производители добавляют какие-то новинки в свою линейку. И у Синята, к примеру, у них есть Аквастоп и Влагостоп. Есть два, ну более бюджетные. Есть зеленого цвета и синего цвета. Вы можете эти все обзоры понаходить в интернете, посмотреть. Но я хочу отметить важный момент. То, что в недавнее время появились еще несколько новинок. У Кнауфа это диамант и титан. Это гипсокартонные листы, которые сочетают в себе свойства огня и влагостойкого гипсокартона. А у Синята есть монолит. Этот лист, он относится к обычному гипсокартону. То есть он не обладает свойствами влагостойкого или огнестойкого. Но он имеет в толщине 15 миллиметров. То есть он более плотный, более основательный такой лист. Который многие ищут, хотят такое, знаете, поосновательнее применить на стену. Ну, это диамант и титан. Я же сказал, они одинаковые. Просто диамант делается в Украине, а титан в России. Вот об этом вы не сказали или нет? Я просто не знал. Нет, я сказал, что диамант и титан – это огни и влагостойки. Огни и влагостойки. А там где-то такой суперпрочный какой-то диамант. У нас там бриллиант, это же диамант, по идее. Диамант – это точно в России делается диамант? Ну, диамант в Украине делается, а титан в России. По-моему, вот такая вот история. Блин, ну тут какая-то определенная неуверенность. Ну, я не могу вам это точно сказать, потому что базовое то, что есть на складах, мы проговорили. Давайте идти дальше. Ну, потом, если что, допишем добавочку. Давайте, я разберусь в этом вопросе. Угу. Я себе пометочку сделаю. Ну, давайте. Да? Потом вставим. Ну, это же само в этом будет диамант, да? Ну, я теперь всегда буду в этом водить, я так понимаю. Типа встали и шух-ух. На ускоренной. Угу. Давайте дальше. А то вы не переключайте меня. Я бы уже дальше пошел, а вы меня просто держите в заложниках. Да. Помените, пожалуйста, о том, что это монтажно-металлический каркас. Вы скажете, да? Вы видите, что согласно... Ну, в общем, производителям КНАЛ, приконруются в два слоя. Псекартон. Нет, это согласно нормам Евросоюза. Да. Да. Согласно европейским стандартам. Псекартон нашивается в два слоя, независимо от того, он применяется на потолке или на стене. Я сейчас все расскажу. Если говорить о монтаже гипсокартона, то, как правило, он осуществляется двумя способами. Способ номер один. Это приклеивание на гипсовый клей. И это применимо при сооружении фальш-стены. То есть, ну, такие места, как откосы на окнах, либо где-то какая-то небольшая поверхность, небольшой площади. И там, условно, один лист легко приклеить так, чтобы это выглядело ровненько. Для этого... Фальш-стена это немножко нет. Фальш-стена это как раз на каркас делается. Да нет, фальш-стена это облицовка вертикальной поверхности гипсом. Фальш-стена это типа искусственная стена. Вы не поняли. Есть перегородка. А все, что облицовывается, это фальш-стеной считается. Неважно, каким способом монтируется гипс. Понимаете? Вот это, это не гипс. А если здесь сделать гипсом зашить, то это будет фальш-стена. А если мы сделаем здесь рядом перегородку, то это будет не фальш-стена, а перегородка. Все, что облицовывается по периметру, называется фальш-стеной. Приклеение используется для выравнивания поверхности, а фальш-стена это отступ идет и на каркасе фальш-стена идет. Фальшивая стена. Правильно, она что, выглядит все равно как стена. Причем тут отходит или не отходит. Если мы выравниваем, мы все равно создаем фальш-стену, по сути. Просто понятие перегородка и фальш-стена. Все, что облицовка гипсокартона делается, называется фальш-стеной. Вы можете проверить. Я как бы, вот здесь я точно уверен. Тут как бы это... Ладно, хорошо. Для этого на лист наносится зубчатым шпателем или мастерком слой клея и приклеивается на основание. Скажешь? Да, 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 конечно. Для этого на лист гипсокартона наносится зубчатым шпателем или мастерком слой клея и приклеивается на сухое подготовленное основание. Данный метод используется только для выравнивания стен. Как я уже сказал, при небольших площадях, либо в очень маленьких помещениях. Второй способ, более распространенный, это монтажно-менталлический каркас из профилей УД-ЦД при сооружении фальш-стены, либо УВ-ЦВ при сооружении перегородки внутренней. Гипсокартон фиксируется каркасу на саморезы по металлу. Обычно они имеют размер 3,5 диаметра на 25 мм длины, либо 25, либо 35 мм по длине. На такие саморезы фиксируются листы уже на подготовленный металлический каркас. В Европе, согласно их стандартам, вся обшивка производится в два слоя. То есть по их стандартам и стена нашивается в два слоя гипсокартона и потолок нашивается в два слоя гипсокартона. Но тут мы плавно переходим к следующей теме, это разновидности профилей для гипсокартона. И у них есть один очень-очень важный показатель, это толщина профиля, которая...